Здравствуйте, Надежда. Мне кажется, что для начала надо бы разобрать вопрос о том, что делать, чтобы что. Что вы хотите делать, чтобы что, какая цель того, что вы хотите. Потому как без цели ваша ситуация, она не изменится. Без цели ваша ситуация не станет другой. Понимаете, то, что происходит, то, что произошло, точнее, произошло, на мой взгляд, не случайно. То, что произошло, произошло в результате определенных ваших действий. Вот. И мне кажется, что эти действия нужно проанализировать, чтобы вы хотя бы сами понимали, с чем имеете дело, почему такая ситуация происходит. Почему вы позволяете мужчине, например, себя оскорблять? Почему вы позволяете, например, человеку относиться к вам, ну, вот так, да, пренебрежительно. Вот. А, почему? Понимаете? То есть у этого есть свои причины. Какие? У этого есть какие-то причины. Я не знаю всех причин. Я не знаю и не могу знать всех причин. Я не буду, наверное, скрывать того, что я и не хотел бы знать всех причин. Потому что, ну, понятно, да, что что-то значит мне нужно, да, а что-то нет. И идея, она заключается в том, чтобы вы с этим разобрали. Чтобы вы для себя этот вопрос постарались решить. Идея заключается в том, чтобы вы сами разобрались с тем, как и почему вы оказались, ну, вот, в такой ситуации. Вот. Что привело вас в такую ситуацию? Что предшествовало этому, да? Какие у вас отношения были с мужем? Что они сложились у вас вот таким образом? Понимаете? Вот так они сложились. Вот мне кажется, что нужно рассмотреть именно данный аспект, мне кажется. Если мы его данный аспект посмотрим, да, то вам будет самой легче. Вам будет самой легче разобраться в себе тогда. И вам будет самой легче, легче, а, ну, понять, почему ситуация стала вот такой, да, вследствие чего она стала такой. Пока, что я вижу все проявления ваниженной самооценки. То есть, ну, условно говоря, это склонность себя обесценивать, это склонность себя принижать. Вот. Это то, что я вижу. Я вижу, возможно, я не говорю, что наверняка, да, но возможно, страх быть одной. То есть, вот, ну, вы можете, вы можете бояться, можете бояться быть одна. Неуверенность в себе, ну, и какие-то еще вещи, которые составляют суть ваших отношений с мужчиной. Мне кажется, мне кажется, что крайне желательно с этими моментами разобраться. чтобы вы отдавали себе отсчет в том, что происходит, чтобы вы понимали, что происходит. и тогда будет все краше. Но проблема заключается в том, глобально задавайте в своем вопросе, что вы не сформулировали некую цель для себя. вы не сформулировали некую задачу, которую можно было бы решить. понимаете, какая история. И вот это является проблемой. потому что вы, по-видимому, не знаете, куда хотите двигаться. И если вы не знаете, куда хотите двигаться, то и мы тоже не знаем, куда вы хотите двигаться. А вот решение, то все равно принимаете только вы. Решение, то все равно, ну, вами понимают, что ваше решение и по-другому не может быть. А вы, как бы, отказываетесь делать свой выбор. Вот. Совсем очевидно, что ваш муч, он, ну, не питает к вам особо теплых чувств. Да? А значит, что-то вас удерживает. Рядом с ним. Вы можете, конечно, сразу сказать, что дело в ребенке. Но я не могу с вами в этом согласиться. Стам еще ребенок ребенком. Но ребенку тоже, знаете ли, не хорошо от того, что его родители там ссорятся и что папа, например, например, папа принижает маму, да? Ну, сейчас это, ну, очень такая неприятная, стрессовая, я бы сказал, позиция для ребенка. Вот. И возникает вопрос, а для чего вы с этим мужчиной? Есть ли что-то в вашей жизни, что вам интересно? Вам интересно настолько, что вы могли бы сами определять, чем вы понимаете, чего вы хотите, да? И как вы хотите. Вот. В этом направлении, мне кажется, вам нужно двигаться. Ну, то есть, по сути, это то, что озвучил мой коллега Игорь Летучий, да? Сказав, что вам нужно, ну, вам нужно независимость. Ну, вот. Другой вопрос, другой вопрос заключается в том, а будет ли вам в каком случае нужен муж, да? Вот. На какой вопрос нужно найти ответ? Будет ли вам в этом случае, если вы станете независимыми, нужно ли вам будет лучше? И что вы испытываете вот именно сейчас к своему мужу? Какие у вас с ним чувства? Любите ли вы его, рады ли вы быть с ним? Или там есть, ну, есть что-то еще, есть какие-то еще чувства? Вот. То есть, с этим, вот на этом нужно застричь ваше внимание. Как мне кажется. А вы, мне, видится, вы за свои страны, пытаетесь что сделать? Вы пытаетесь как-то, кстати, наладить. Вот. Если ваш муж вас попрекает, значит, как минимум представление о семейных отношениях, у вас разные. Это нужно признать, нужно признать, что у нас разные взгляды на отношения. Вот. Это нормально, да? Вопрос в том, чтобы эти взгляды, грубо говоря, не вредили. Да, не вредили мне, не вредили ребенку, не вредили мужу. Вот. И так далее. Понимаете? И еще возникает такое ощущение, что вы как будто бы согласны со своим мужем в том, что он делает. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Ну, если вы... согласны со своим мужем, то, а с чем тогда бороться, например? То есть, тогда зачем в этой ситуации что-то делать вообще? Да? Для чего в этой ситуации тогда что-то делать? Если вы, допустим, согласны со своим мужем, к примеру. Ну, это я просто к примеру говорю. Вот. Такая история. Подумайте. Подумайте, что вы хотите, и выберите психолога, и уже будете вместе с ним работать над запросом своим, который вы сформулируете. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Подписывайтесь на мой канал. Какinfect, liked. До встречи.